Сильные цифры из Италии, немецкая грусть, турецкие ожидания, грузинские надежды и московские встречи. Все эти сюжеты объединяет очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от Приан, который по традиции проведу я, Филипп Березин. Начинаем. Италия. Наши коллеги из Идеалисты назвали самые доходные типы недвижимости в стране. Правда, это очень существенная оговорка, исследование учитывает только грязный доход, то есть без учета налогов и накладных трат. Так вот, наибольшую прибыль владельцам 12% приносят магазины, чуть более 9,5 офисы, около 8 жилье. Интересно, что в крупных городах, которые более понятны иностранным инвесторам, скажем, в Риме или Милане, квартиры приносят своим хозяевам лишь 5,5-6%, а вот магазины куда больше среднего, почти 15%. Но еще раз подчеркну, побочные расходы в этих расчетах не учитывались, хотя факт, безусловно, все равно интересный. Две важные цифры из Германии. Они характеризуют в моменте не самую лучшую ситуацию на рынке первой экономики Европы. По данным ассоциацией немецких банков в третьем квартале средние цены на жилую и коммерческую недвижимость в стране упали более чем на 7%. Правда, тут как раз комок сократился больше, чем жилье 10,3 против 6,3%. С одной стороны, вспоминая, как рынок рос до этого в течение 10 лет, к такому падению действительно можно применить довольно мягкое слово «коррекция». С другой, на местах реальные сделки могут проходить с еще большим дисконтом. Если мы рассматриваем последние полтора года, та коррекция, которая началась в середине 2022 года, и сейчас подошла к своему максимуму. Примерно, если сравнить цену на конец 2021 года и на сегодня, условно, за эти два года цены примерно просели на 20%. Тенденция на рынке такова, что заключается в целом очень мало сделок для продажи. Связано это с тем, что желания покупателей и продавцов очень сильно отличаются друг от друга. Продавцы не хотят опускать цену, они не хотят признавать сегодняшний ниверальный рынок, а покупатели по тем ценам, которые хотят продавцы, также ничего не покупают, потому что предлагают большие дисконты. И на данный момент они, в общем и целом, не сходятся, и поэтому висит достаточно большое количество предложений по желаемым ценам, но по этим ценам это реализовать невозможно. Поэтому, если человек в той или иной форме хочет продать квартиру, он должен делать как раз вот этот дисконт 20% от условного декабря 2021 года. Это для Германии очень серьезная просадка рынка, а, соответственно, для потенциальных покупателей очень хороший момент для входа. Вот чего на немецком рынке сейчас точно нет, так это оптимизма. В октябре 22% строительных компаний Германии заявили об отмене жилищных проектов из-за роста ставок и, соответственно, растущих затрат на строительство. Ну и почти половина девелоперов сообщили, что их проекты сталкиваются с нехваткой заказов. Год назад таковых было меньше 20%. Могу привести пример города Мюнхена. Практически ни один крупный застройщик не реализует проекты в городе. Это связано с тем, что, с одной стороны, очень сложно закалькулировать проект с точки зрения продажной цены, потому что непонятно, куда будет развиваться рынок, как будет расти ключевая ставка по кредитам и так далее, и так далее. Поэтому застройщики на сегодняшний день выжидают. Продолжается работа с землей, продолжается работа по приобретению земли и получению разрешения на строительство, но именно в стройку они предпочитают на сегодняшний момент на заказе. И, соответственно, рано или поздно дефицит недвижимости накапливается, и это приводит к отложенному спорту. Соответственно, я исхожу из того, что цены на недвижимость будут расти в этот момент, как только застройщики начнут реализовывать и проработать. Но это, возможно, займет какой-то. Спору нет. Столь существенное падение рынка и в ценовом выражении, и по сокращению объемов строительства когда-то заставит ситуацию развернуться. Но вот когда именно? В начале года в большинстве прогнозов называли как раз его конец. Но, очевидно, придется еще ждать, возможно, пока первая экономика Европы в целом не оживится. А это произойдет, опять-таки, по прогнозам, не раньше середины 2024 года. Изменения правил краткосрочной аренды в Турции, они все сильнее будоражат и тех, кто только планирует покупать недвижимость в стране, и тех, кто уже владеет собственностью и до настоящего времени нормально на ней зарабатывал. Поэтому, что происходит, мы сообщаем буквально в еженедельном режиме. Участники рынка делятся своими новостями. Ситуацию с краткосрочной арендой в Турции я бы сейчас охарактеризовала так. Понятно, что ничего не понятно. Наша компания, она выслала официальный запрос, официальное письмо в Министерство туризма, также в туристическую ассоциацию, которая называется Тюрсапы, чтобы нам дали конкретные инструкции или понятия, как собирать согласие у всех жильцов комплекса. Нам ответили, что все необходимое, все инструкции, все правила вышлют после 1 декабря 2023 года. Поэтому необходимо ждать. До этого времени, до конца этого года, мы сдаем наши квартиры, наших собственников краткосрочную аренду по старым правилам. В Турции практически все агентства с истории издают в аренду недвижимость своих клиентов, тех, кто и совершал сделку через них. Для компаний это даже не доход, это скорее послепродажный сервис, именно в поддержку покупателей. И сейчас компании также находятся в напряженном ожидании. С 1 января, если уже мы понимаем, что будут комплексы, которые, понятное дело, не получат эту лицензию или получат ее позже, то есть с января 2024 года мы будем принимать заявки только на долгосрочную аренду. Соответственно, это от 101 дня и выше. Этим законом было урегулировано, что краткосрочная аренда до 100 дней, все, что выше, это долгосрочная аренда. Понятное дело, будем держать в курсе наших собственников. Сейчас, после того, как нам вышли четкие инструкции и управляющим компаниям, я так думаю, что несколько комплексов уже таких вот первых комплексов начнут этот этап. Этап получения и сбора подписей, и сбора согласия от всех собственников. И будет понятно тогда, и сколько это стоит, и сколько это длится. Завершая тему Турции, в четверг мы провели вебинар, на котором обсуждали в том числе и вопрос краткосрочной аренды. Ссылку на него мы прикрепляем к нашему сюжету. Но свято место, в том числе инвестиционное, оно пусто не бывает. И на место одних фаворитов приходят другие. В Грузии, по данным Global Property Guide, средний арендный доход сейчас рекордный в мире – около 12%. Плюс, по-прежнему, возможно, удорожание недвижимости. Но тут тоже вопрос, а каким оно может быть? Вот, например, эксперты компании Винхэм Грэнд Резиденс Батуми Гонио заявляют капитализацию от 30% на отельной недвижимости. Но столь мощные цифры требуют пояснений. А что, собственно, позволяет заявлять такой рост? Но об этом мы узнаем 21 ноября. 21 ноября днем на следующем вебинаре от Приан. Регистрация на него, как обычно, в описании. Ждем всех. Ну и напоследок. О Турции, о Грузии, а также о Египте, Испании, Болгарии, Словении, Вьетнаме, Эмиратах. А также о возможностях оплаты недвижимости мы будем говорить через неделю в Москве на выставке Empires. Традиционные семинары от Приан в очном формате. Они будут проходить 24 и 25 ноября. Также в экспоцентре на Красной Пресне, Краснопресненская набережная 14, мы подарим посетителям последние экземпляры осеннего гида на жительство. Карманного формата брошюру о зарубежной недвижимости. Ну и на этом я прощаюсь на неделю. Всем мира и безопасности. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До встречи.